Смотрите, наверное, не совсем правильно экстраполировать сугубо человеческие отношения и ментальность народов на политику, но, тем не менее, общественное мнение на это ориентируется. Существует писанный и неписанный закон. Схватился за кинжал, действуй. Возвращать оружие, не примененное в бою, назад в ножны, это фактически, ну, скажем так, репутационное самоубийство. Тем более для кавказских народов. Тем более для кавказских народов, мы это понимаем. Для кавказских и для исламских народов, в том числе и для самого Ирана. То есть, риторика, которая сейчас оперирует Иран, фактически получается, не дает ему права потом отступать, не теряя репутацию. Ведь изначально было ясно, когда начиналась 44-дневная война, Азербайджан поддержали Турцию и Пакистан. Полностью поддержали. То есть, было ясно, что раз они тогда поддержали, они за своими словами будут стоять и далее. И я думаю, наверное, было бы все-таки для Ирана более логичным не доводить ситуацию до того, как вы сказали. Когда кинжал выпищил, но придется его обратно ставить в ножны. И это действительно репутационные потери. Я думаю, на этом этапе все-таки Иран постарается как-то не то что скрыть, а ретушировать возможные репутационные потери. Как он это сделает, наверное, мы в ближайшей неделе поймем.